Добрый день, уважаемые отдыхающие! Приехали мы в отель, новотель Сьюит. Находится он в районе Альбаша. Получается, рядышком с нами здесь находится торговый центр МОЛ. Это в котором есть крытая горнолыжная, скажем так, трасса. Спускаться можно на лыжах, снег. Отель небольшой, отель хороший. Также рядом расположен отель Ибис. Это тоже входит в группу новотель. Здесь они рядышком стоят, два корпуса. Корпуса даже получается не два, а три. Мы находимся в левой части, у нас наверху бассейн. В Ибисе бассейна нет. Но гости с Ибиса могут переходить в новотель. Или в бассейн. Так что, заходим на рецепшн, смотрим. Район удобный. На выходе из отеля, если выходим на дорогу, с правой стороны, вот эта серая крыша, это крыша ледникового павильона. Это крыша скайпарка частично, это уже окончание. Это и есть торговый центр Emirates Mall. Находится буквально от нас, он 200-250 метров. Идти далеко не надо, только через дорогу перейти. Вовнутрь я не заходил, но могу показать из-за стекла, как люди радуются снегу. Мы в нем живем, а для них это развлечение. Они платят деньги, чтобы покататься на санках, на лыжах. Вот, наверху видно подъемники, которые поднимают лыжников наверх. И они уже оттуда спускаются на лыжах. К сожалению, здесь не видно, куда они скатываются. А так вот, слева он на санках поднимает. А, нет, на лыжах тоже. Но до этого на санках там поднимали. И вон сидячие подъемники. Все по-настоящему. Катаются снежные дома. Люди развлекаются. Для них это очень весело. В другую сторону пройти. Вот видно написано на крыше «Новотель». Сейчас резкость наведу. Да, вот «Новотель» написано. Это второй «Новотель», который находится рядом. Я его назвал как «Три паруса большой». Напротив него есть трамвай ихний. Трамвай здесь ходит без машиниста. Полностью электронный. Там можно зайти, купить билет и прокатиться, посмотреть город. От конечной до конечной взять. Интересно. Ну и что здесь сказать? Здесь в основном ходить-то и некуда вот в этом районе. Стройки, 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 стройки. Даже отсюда вот видно кран. Здесь вот пустырь, где парковка. Здесь пустырь. А там все строительство. И сзади, с обратной стороны тоже все строится. Здесь есть на улице места. Можно посидеть, поговорить. Температура на улице теплая. Для декабря месяца сейчас 26 градусов. Холл небольшой, но уютный. Вот такой вот нарядный новогодний холл. Ёлки стоят. Морю Крисмас домик печенечный. Также есть кафе. Здесь есть библиотека. Высокие, удобные кресла. Книги, журналы. Есть вот такая книга достопримечательностей Дубая. Можно полистать, посмотреть. Фотографии, описания. Также здесь есть зона с компьютерами. 20 минут бесплатного трафика в сети интернет. Скорость небольшая, но проверить все можно. Здесь три точки. Это Sony PlayStation. Вот они снизу стоят. Дети могут поиграть. PlayStation 3 и одна PlayStation 4. Рецепшн. Тоже для ожидания гостей есть вот такие кресла. Высокие, удобные. Это кафетерий. Получается здесь завтраки. Ну, кто завтрак им покупает. Завтрак с 6 утра до 11. Дети печенюшки поотламывали. Это реально печенечный домик. Поотгрызли немножко. Шведский стол. Выбор. В принципе, достойный выбор. Можно на любые как говорится предпочтения позавтракать. Здесь информационный стенд. Можно посмотреть, где, что находится. Он интерактивный. Полистать. бар. За дополнительную плату можно любые напитки, питание. Здесь через бар можно пройти в отель Ибис. Все. Вот мы в Ибисе находимся. Здесь тоже бар. Завтраки. Все включено. Вот такой холл отеля Ибис. Здесь тоже бар находится. Ладно. Поднимаемся в номер. Четыре лифта. Один лифт только ходит наверх, где есть фитнес- зал и бассейн. Спа. Здесь получается картоприемник. Без него не работает. Сначала карточку гостя вставляем, а потом уже нажимаем выбор. Один лифт только ходит фитнес и тренажерный бассейн. На этаже стоит обувь чистить. Нажимаю. Удобная штучка. Обувь всегда чистая. Здесь рядом с нами находится кемпинский. гранд-отель. Здесь с лифта выходим коридор. Все чисто. Персонал убирает. Здесь и в эту сторону ковровой дорожки. И наш номер 405. Заселили нас в 405 номер на четвертом этаже. Вот такой номер. очень очень уютный. Здесь сразу при входе справа туалет. Получается небольшая комната. Санузел. освещение интимное. Телевизор. Кому он нужен. Здесь что такое? Щитовая. Кондиционер работает хорошо. Столик. Два кресла. Это софа. Она раскладывается. Получается большая кровать. Вот такая двухспальная кровать. King Size. Получается мы отказались в этом отеле. можно отказаться от мини-бара и с нас не брали. Баром мы не пользуемся. А, еще не убрали. Ну, уберут. Мини-баром мы не пользуемся, поэтому депозит с нас не брали. В разных отелях разный депозит. Чай, вода, кофе в номере бесплатно. Поэтому можно пользоваться. вот такая ванна, телефон, полотенце, также умывальник и душевая вот такая еще маленькая. Можно два душа сразу принимать. Фен, как и везде. и вид из окна. Здесь получается пальмовый сад. Потом выйду еще в него. Вид на улицу на соседний отель. В принципе получается шума нет как такового. Тишина. Окна не открываются. Окна закрыты. Здесь шкафчики. гладильная доска. Утюг. Сейф, пакеты. даже весы есть. Первый раз столкнулся, что в отеле есть весы. Мы с ребенком приехали и вот такая штука понравилась. Получается кровать и софа. штука. вот такая штора есть. Отделяет комнату. большой торшер штука. Сейчас утро, на улице туман. на лифте поднялся наверх на крышу. Это получается крыша, если показать. Самое интересное ограждение тут нет. Спокойненько залазь и можешь байджампингом заниматься. А здесь у нас наверху бассейн небольшой такой шезлонги. Зонтики есть. Здесь же выдают сразу полотенца. Поэтому можно подняться искупаться и позагорать. А здесь в стороне по-моему джакузи маленькая. А это детский бассейн. Не джакузи 0,45 сантиметров. Там метр тридцать и полтора глубина. А здесь для детей удобно. Родители могут посидеть и посмотреть как дети купаются. А так вот если посмотреть все в тумане. Все в далеке в тумане. Стройки. Стройки, отели. Буржхалиф сейчас не видно. Туман скрывает. Здесь же есть у нас тренажерный зал. Сейчас пройдусь покажу. Здесь же массаж есть. Туалет может женский женский. Это для инвалидов. Выход к бассейну для инвалидов. Сделан пандус. Тренажерный зал. вода, телевизор, беговая дорожка, велотренажеры. Можно позаниматься. Здесь же полотенца сразу чистые. Кондиционер работает не прохладно, но свежо. Поэтому есть где потренировать мышцы. Все, наше посещение в Дубае закончилось. Утром у нас в 6 часов выезд. Вышли на рецепшн, сдали номер. Завтрак начинается с 6 утра. Вышли мы полшестого. Без вопросов нам разрешили позавтракать. Даже вот эта мелочь, а она приятная. это еще один плюс в копилочку отеля на в отель. Условия пребывания в отеле нас устроили. Номер уютный, персонал отзывчивый. Чистота и порядок. На этом все. Всего вам доброго. Редактор субтитров Редактор субтитров